Привет, друзья! Меня зовут Александр Шиллинг, и сегодня я хотел бы поговорить с вами про локальные серверы. Несмотря на то, что сегодня у нас у всех есть уже быстрое подключение к сети интернет, у многих есть свой веб-хостинг или даже веб-сервер, локальные серверы не теряют свою актуальность. Об этом я уже писал в своей статье. И основные локальные серверы сегодня в Рунете — это Denver, самый популярный, который я и рекомендую использовать. Следующий — это OpenServer, кстати, здесь ошибка, надо исправить, и XAMP. Как бы скачать Denver можно на сайте denver.ru. Здесь выбираете «Скачать», выбираете версию, которую хотите. Я рекомендую скачивать версию 5.3, нажимаете на «Скачать». Здесь вводите ваше имя, фамилию и действующий email. Здесь можно убрать галочку и нажимаете на «Получить ссылку на скачивание». Через какое-то время на ваш email придет ссылка, и вы сможете без проблем скачать Denver и установить на свой компьютер. Так, следующий — это OpenServer. Проект довольно молодой, скачать можно программу здесь. Нажимаете на «Скачать», вводите с картинки вот с этой защитный код, выбираете версию. Как бы я, наверное, рекомендую скачивать версию Full 425 МБ, так как я понимаю, что в ней есть всё. Как бы здесь ниже есть описание, что включено в каждую версию. И нажимаете на кнопку «Скачать». Здесь есть такая хитрость, что если вы будете скачивать 400 МБ с их сервера, то скорость будет у вас либо большая, либо маленькая. Если вы заплатите 100 рублей, то скорость будет большая. Если не заплатите, то скорость будет, соответственно, маленькая. Поэтому я рекомендую либо заплатить, либо скачать с маленькой скоростью, либо просто скачать с торрентов, потому что сама программа бесплатная и, насколько я понимаю, не нарушает лицензионные соглашения. Так. Ну и последнее это XAMPP. Он доступен под Windows, Linux и Macintosh. Кстати, первые два, Denver и Open Server, доступны только под Windows. То есть нет версии под Linux и Mac. XAMPP доступен под все основные операционные системы, то есть для Windows, Linux и Macintosh. Если у вас Windows, то скачивайте эту версию, устанавливайте и радуйтесь жизни. Так. Я рекомендую вам скачать именно Denver, так как он проще всего. В нем есть все, что нужно и как бы отлично подходит для создания сайтов. Особенно если вы новичок, то вы без проблем сможете в нем разобраться. Если будут вопросы, можете писать мне здесь в комментарии, либо на форуме, либо просто поищите в интернете. Есть куча документации, как использовать Denver, как его настаивать и так далее. Если будет необходимость, я запишу на эту тему отдельное видео. Ну а пока на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий. Спасибо. Пока.